У нас нет ни воды нормальной, нет канализации. Вот этот вопрос уже 25 лет стоит. Жители микрорайона Свобода вот уже четверть века живут без центрального водоснабжения, канализации и ливневых стоков. Все эти волнующие их вопросы они озвучивают депутату Госдумы Руслану Бальбеку. У нас очень больной вопрос ливневые стоки по всему Симферополю. Когда происходят дожди, размывают маленькую ямочку, вода камень точит. Это первое. Второе. Если будут существовать ливневые стоки, сохранность дороги будет дольше. Дороги заполняются сточными водами и образуют неприятный запах, а люди вынуждены пить загрязненную воду. На отсутствие дорог пожаловались и жители микрорайона Хошкельда. После каждого дождя улицы Хошкельда превращаются в вот такие огромные реки. Вся вода стекает на нижние улицы и затапливает дома. А проехать по бездорожью и размытым от дождей улицам невозможно. Депутат, выслушав жителей, предложил временное решение – пройти грейдером и засыпать дорогу щебнем. Спасибо ему. Он нам очень много в этом вопросе нам помог. И сразу конкретно сказал, что отсыпем дороги, поможем. Он этот вопрос уже закрыл, сказал, что на днях будет все засыпано. Спасибо ему большое. В этом году планируют капитальный ремонт по улице Сельской. Подъездные дороги появятся и возле строящегося детского сада. Также выделят деньги на проектирование объездной дороги по микрорайону Хошкельда. Она пройдет по улице Синокосная, Блекима Гафарова, Людфия Сафу и с выездом на Феодосийскую трассу. В Хошкельде совсем скоро начнется и строительство мечети. Уже выделена территория. Она передана на баланс Муфтията. Даже готов проект. Жители просят депутата выделить еще 70 соток возле мечети для строительства социально важных объектов. В нашем микрорайоне не осталось больше пустых земельных участков. Будет очень хорошо, если нам его выделят, и мы в будущем там построим либо детский сад, либо ФАП. Расширить территорию мечети просят и жители микрорайона Белая 5. Здесь они планируют построить медресе и место для омовения. Якуб Леевич, одна просьба. До конца следующей недели с имамом района, с имамом мечети, отработать, определить границы этой мечети, посмотреть, где еще вы предусмотрели, чтобы мы сразу понимали, где перспективное развитие может быть духовной, религиозной сферы. В микрорайоне также остро стоит вопрос по выделению земельного участка для строительства детского сада. Нужно лишь изменить целевое назначение на дело. Территорию под детский сад из Парковой перевести в ДДО. В 8 месяцев мы уже ходим, земли нет от вода. Детский сад уже однозначно не попадает на следующий год. Сейчас уже готовы инвест паспорта на строительство школы на 700 мест в Белом 6, спорткомплекса и Дома культуры в микрорайоне Белая 5. Эти объекты будут включены в федеральную целевую программу. Плюс 95 объектов – это то потребность. В числе этих 95 объектов мы со своей стороны включили строительство детского сада на 260 мест, строительство Дома культуры на 300 мест, строительство спортзала. Местных жителей также беспокоит работа общественного транспорта, электроснабжение и вывоз мусора. Руслан Бальбек пообещал отработать каждый вопрос. Договорились для того, чтобы было понимание разрешения их, то есть четкие сроки, ответственные в рамках Госкомнация с участием города. Договорились отработать предварительные дорожные карты. Все вопросы Руслан Бальбек взял на личный контроль. Обращения будут доведены до главы республики. Уже в конце следующей недели депутат встретит с представителями ТОСов и представит дорожную карту по всем проблемам.